Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и знакомиться с их автобиографией. Джиневра Кантофолли, итальянская художница, была активна в Болонии в период барокко. Родилась в Болонии в Италии в 1618 году. Обучалась у Джованни Андрея Сирани, отца Элизабеты Сирани, в Болонии. Описана Карла Чезаре в Альвазии, как ученица Элизабеты. По словам искусствоведа Лауры Рак, среди женщин-художник Болония, того времени Кантофолли, обладала гораздо большим талантом, чем любая из ее спутниц. Ее ранними работами были портреты, пастелью, небольшие картины, но позже она перешла к созданию крупномасштабных композиций. В первую очередь она занималась историей. Она также изготовила несколько алтарей для Болонских церквей, хотя известно, что ни одна из этих работ до сих пор не существует. Я пользуюсь википедией. Картина с изображением женщины в тюрбане из коллекции Палацци Барберини, традиционно идентифицируемая как портрет Беатричи Ченчи, долгое время приписывавшаяся Гвида Рени, была приписана и Женевре Кантофолли. Рекордную цену за работу Кантофолли установила картина «Морская нимфа» Галатея. Проданная сукциона за 137,5 тысяч долларов на сонбит 30 января 2020 года. Умерла художница в 1672 году в возрасте 54 лет. Вот так вот немного данной, которая есть, о итальянской художнице Дженевре Кантофолли, которая работала в Болонии в период Баронко. Пока-пока, до свидания, смотрим ее работы. Субтитры создавал DimaTorzok